Друзья, мерзкое отвратительное утро ноября. Как вы видите, похолодало. Это значит, что самое время вернуться к нашей Вольво. Как вы помните, ее постигла весьма славная, но не очень хорошая участь. И сейчас она выглядит вот так. Проблемы есть, конечно же. И я просто хочу понять, сколько в таком состоянии она теперь стоит, чтобы, возможно, кому-то это предложить. Ёпресетэ! В легкую, а! У нас же ведь ее хотели купить. Даже из Саранска ребята приезжали. Ну, то есть, совсем энтузиасты на всю голову. Только им нужна была такая Вольво. Естественно, из подписчиков. Больше никому, никуда. Я еще даже на автору ее не успел выставить. Да не то, что не успел. Я ее не хотел выставлять на автору. Вы готовы, дети? Двастик! Вот теперь Вольво стала опасной. Сейчас нам нужно доехать до места, потому что там, где я хочу, чтобы ее оценили, сказали, что очень важным и главным качеством автомобиля должен быть то, что оно на ходу. То, значит, вашу машину купят. Если оно не доехало, и оно не на ходу, соответственно, хлам им такой не нужен. Но они же не знают, что машина может быть на ходу, а выглядеть вот так. О, да! Будет прохладно и пыльно. Маркинг, АБС не работает. Все летит в глаза. Голодно. Лицо завертит явно. А ну, Дмитрий, ну ничего, вы будете писать, что у меня обветранные не только губы, но и глаза, и нос, и лицо. Это вообще не важно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Замерз немного. Кондиционер работает очень хорошо в нашей машине. Михаил, меня зовут. Меня Светослав. Светослав. Мы бы хотели узнать стоимость нашей машины, и если получится, то продать ее. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте я расскажу, как работает компания «Карпрайт». Сначала мы проверим с вами юридическую частоту автомобиля. Для этого мне нужны все документы ПТС, СТС и паспорт собственника. Если все в порядке, пройдем к осмотру. Машину отфотографируем, указываем повреждения, если они имеются. ПТС, СТС и паспорт собственника. ПТС, СТС и паспорт собственника. ПТС, СТС и паспорт собственника. Сила Зик Тор. Или это не масло Тора? Это не Тор. Вообще, вот, наверное, прям, уже меньше. В любом случае, она кое-что на стенах еще... Скидет. Будет. Жалко. Лей, не жалей, да. Самое интересное теперь. Ни бит, ни крашен. А сейчас мы смотрим. Крашеная. Слушай, неожиданно вообще. Вот, ее даже видно, на самом деле. Как добрал, не видел. Не ожидал. Крыша цела? Крыша без окраски, да. То есть у нас есть одна деталь, которая... Да, не крашена. Не крашена. Пробег еще раз можете сдать? Ну, что-то в районе 175. 173 или 178, я не помню. Запасное колесо имеется у вас? По-моему, да. Ага, вот он. Есть. Оригинальная? Да. Одну ее можно продать за 40. Дороже, чем машина. Теперь по комплектации обивка салонной ткань, кожа комбинерной. Кожа. Кожа темная, зерная. Серая. Стеклоподъемники имеются? Да. Все четыре или только передние? Все четыре. Сиденье-водитель ручная регулировка или электрическая? Ручная. Ручная. Пассажиры, соответственно, тоже. Люк есть на крыше? Нет. Тонированные стекла? Возможно, да. Есть теперь в голововом стекле. Задняя. Руль регулируется? Теперь да. Регулировка есть, но я не регулировал. Не пробовал. Подушки безопасности есть? Скорее всего. А фронтальный или в кругу ранее по всему автомобилю? Ну, фронтальный точно есть. Поэтому мы не понизнаю, есть ли там или нет. Фронтальный точно есть. Блок прям стену выранили? Просто блок. Эти данные мы загружаем на портал, там где торгуются и дилеры. Запускаем аукцион, он длится 30 минут. Вы будете наблюдать на экране, как за вашу машину борются и дилеры, из каких городов. В итоге я объявлю стоимость, которую дилеры готовы заплатить за вашу машину и расплатиться здесь и сейчас. Если хотите мгновенным платежом, хотите по безналу в течение трех банковских евро. Хорошо. Начнем? Будет супер, да. У тебя есть ощущение, что ты продаешь тачку, которая связана эмоционально с тобой? Да. Это уж что-то пипец, на самом деле. Вольво, я всегда тебе вспоминаю. Ты уже грустишь, да? Я уже... Нет, еще пока. Пока еще нам даже цену не назвали. Я буду грустить, если скажут 1 рубль. Вот как была, и то никто не взял. Ваша машина появилась на экране. Номинальное время про аукционное 25 минут. Если будет активность, будут продлевать на последних минутах, по минуте до тех пор, пока не закончатся ставки. Все машины у нас ставкуют с 1 рубль. Нинимальный шаг для резины 1000 рублей. Максимальный скоб посчитает нужно. В общем, дайте время оценить ущерб, да? То есть автомобилю прикинуть свое вложение в этот автомобиль. И уже будут делать ставки. То есть самое интересное, конечно, по вашему автомобилю будет в конце аукциона. Берите терпение. Если будет, да? Да, если будет, то на последних минутах, да. В общем, желаю удачи. Побольше вам крупных ставок. Ладно, спасибо. С 1 рубля начинаем. Я думаю, и заканчиваем. На мойку тратим. Наверное, рублей 900 будет стоить мойка. Я не знаю, если с пылесосом, то да, они, наверное, заколебаются. Это же эксклюзивное. Соответственно, мы будем в минус 900 рублей сегодня. Это не мойка, это помойка какая-то. Мне кажется, после того, как он обдаст керхером, там пару деталей просто отвалится сходу. Ты просто еще не посчитал бензин. Бензин? Ну, ладно, типа, сожгли там рублей 100. Че? Все. Все, мойку отбили. Отлично. Касарь, Саня, касарь. Все, все. Пошло, детство. Кто-то решился. Решился купить нашу талюку. Дверь тоже видно сразу, то есть невооруженным взглядом, что она окрашена была. И вот уже проседает шапатля. Дверь спится уже от времени просто. Ты уже троллишь меня? Микрон это расстояние до металла. Два! Да мы богачи, слушай. Два косаря. Не, ну может быть между ними теперь борьба заверется, те, кто поставил косарей. Может быть это, кстати, кто-то из персонала? Так, чисто мы приколы. Мне писали ее владельцы, я же когда видео выложил, первое, второе, мне написал чувак, у которого она была там чуть ли не 5 или 7 лет. Говорят, у меня, говорят, все, работа хорошо, все, идеально. Поздравляю, машина, огонь, да? Там была еще и сигнализация. Говорят, у тебя нету типа с этим, только с автозапуском-то или что-то. Я говорю, нет, наверное, перекуп это снял и отдельно продал. Я думаю, нет, скорее всего, она лучше почила. Лучше снимают, да, и не просто, зачем ее снимать, ее так сложно продать, да, сигнализацию. Чаще всего снимают из-за того, что она не заводится и пожирает, постоянно ток потребляет, да, акум съедает. О, это как с твоей ТТ. Это моя ТТ, да. Все, пошло, 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 пошли в торги. Пошли в торги, парень, пошли в торги, парень, гирься за нее. Поздравляю с завершением аукциона. Да. Расскажу, что сейчас получилось по вашему автомобилю. 11 дилеров было заинтересовано, кто-то любитель, более, так скажем, старенький, да? Из них участвовало 7 человек. Было сделано 9 ставок, но не все подтвердились. У нас на последнем этапе может отказаться, то есть, это тоже, да, то есть появляется автомобиль, может быть, подобный, либо что-то поинтереснее. Он может ставки перекидывать на, соответственно, тот автомобиль. У нас последняя ставочка сыграла из города Оренбург, как я вам говорил, скорее всего, это будет интересно в регионах Москвы. Такие машины уже давно, как бы, ну, не пользуются спросом, соответственно, из-за неактуальности кузова. И, хотя машина легендарная, как мы с вами, да, то есть выяснили. С учетом всех нюансов, я хочу сказать, что цена, ну, более чем справедливая, сами понимаете. Вложений куча на машину. 5 тысяч. 5 тысяч рублей, да, то есть дилеры готовы взять, ну, сами поймите, то есть ее надо будет транспортировать до Оренбурга, то есть это тоже затратно, да, какие-то вложения в любом случае будут делать, в таком виде ее реально не продать. Но, скорее всего, мне кажется, что ее забирают на, так скажем, на разборку, да, ее так проще, то есть, чем, нежели в нее вкладывать уже. Ну, давайте, да, давайте, походим, да. Сегодня мы приехали в Car Price, сегодня где-то в 10.30, сейчас время 14.30, у нас на руках деньги, автомобиль мы продали, у нас на руках все документы. То есть вот так вот за 4 часа максимум, а если у вас нормальный автомобиль, который не требует записи в книжку, миллиарда просто пометок, что это не так, это сломано, это неисправно, тут помято, тут красилось, тут еще что-то, то это все, конечно же, происходит гораздо быстрее. Получилось так, что все, кто потом за нее боролся, а за нее боролся, конечно же, ее выкупал не Car Price, не себе Car Price, да, чтобы потом впарить вам, они этим не занимаются. В итоге борются на аукционе как раз дилеры и какие-то участники, обычно это юридические лица, даже из регионов. И чего действительно мы не ожидали, так это то, что мы продадим эту волю вот в таком состоянии, с дыркой в лобовом стекле, с помятой крышей, с разбитой мордой, без радиатора, которая едет только определенное количество минут, пока не прогреется и не перегреется двигатель. И это доказывает в очередной раз, что Car Price реально может вам помочь продать любой автомобиль и максимально быстро. Машина уедет в Оренбург, представляете, полторы тысячи километров от Москвы. Ей еще предстоит пропахать, я не знаю, наверное, на автовозе, потому что, ну, своим ходом это надо ее сначала починить. А это, наверное, будет еще дороже, чем если увезут туда целиком на автовозе. В общем, если в Оренбурге вы увидели эту Вольво или какую-то запчасть купили от этой Вольво, знайте, я доволен. Так что Car Price создан вот идеально для таких людей, как мы, которые ценят свое время, которые не хотят париться по поводу своих автомобилей, которым надо быстро и еще вчера. У вас была возможность ее купить, не срослось. Ребята даже приезжали из Саранска, друзья, представляете, хотели ее забрать. Но как бы не получилось. Поэтому ввиду каких-то конкретных проблем, и сейчас я даже рад, что не получилось, друзья, потому что если бы мы узнали, а я не мог знать о том, что масло потечет, да, где-то там по дороге. Это подозрительно слегка, где-то там слегка. Да, это масло. Если бы мы узнали, что где-то у них по дороге вот так вот начало вытекать масло, то, наверное, мне было бы уже, ну, не то что не по себе, а просто за парней бы переживал достаточно сильно. Все, Вольво, прощай, Вольво. Вольво послужила, отслужила свое, сделала что-то невообразимое просто, проехали сквозь стену, подрифтили. Блин, она вся была такая спонтанная, поэтому с ней происходили такие вещи неординарные. И уходит она тоже достаточно красиво, по-простому, без какого-то гемора. И это, наверное, самое главное. Все, на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok